Алиев дал жесткий сигнал Армении, Михайлов и наугурационная речь вновь избранного президента Алиева стала программной еще на семь лет его президентства. Как передает Аксар. Эйзи, об этом сказал российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов. Слова Алиева о том, что народ Азербайджана объединился в единый кулак в связи с деоккупацией Карабаха, факт, подтвержденный аналитиками. Глава государства выполнил все свои предыдущие предвыборные обещания и главным образом вернул Карабах. Президент Азербайджана на инаугурации снова дал жесткий сигнал, Армения давно отказывается от выполнения договоренностей, но она должна их выполнить. Мы видим, что, с одной стороны, Армения предлагает свои варианты по мирному договору, но с другой стороны, за этими предложениями стоят добрые советы недоброжелателей Азербайджана, Франции, США и ЕС. «Они все время нарушают правила игры в регионе и, по всей видимости, стоят за произошедшей 12 февраля провокацией воскресения Армении на границе с Азербайджаном», — отметил политолог. По словам эксперта, Алиев в своей наугурационной речи также предупредил Ереван, если из законодательства Армении не будут исключены территориальные претензии к Азербайджанской республике, никакого мирного договора не будет. Ильхам Алиев в своей речи в очередной раз дал понять, что сегодня Армения — абсолютно нестабильное государство. И все обещания ее руководства нужно делить на двое, а то и на десять. В Ереване сегодня могут сказать одно, а завтра другое. Там могут сиюминутно изменить свое мнение после звонка с Запада и сказать, что нет, мы этого не говорили. Кроме того, считаю, что провокация, которая произошла несколько дней назад на границе Азербайджана и Армении, была совершена при непосредственном участии сотрудников миссии Европейского союза, полностью состоящей из разведчиков. Важно отметить и заявление Алиева о том, что сегодня международное сообщество — это не 20-30 государств, которые решили, что они могут решать все. Политика Алиева сегодня очень ярко отвечает тенденциям развития многополярного мира. Азербайджан сегодня не только чувствует вызовы времени, но и инициирует ответы на них.